Мы нихуя не понимаем, нас позвали на тусовку, все разосрались, и мы ждем, когда замаринуется шашлык, потому что очень хочется кушать. Но мус такой! Так, всем доброе утро, девчонки, или я не знаю, когда вы смотрите это видео, может быть, спокойной ночи. Я отстригла волосы, шучу. Сегодня я еду делать губы. Меня несколько человек в директ попросили, чтобы я сняла, каково это, сняла именно процесс заживления. Кому-то это оказалось интересно, я подумала, почему бы и да. У меня в 16.30 запись, мастер сказала, что именно как она колет, снимать нельзя, но я что-нибудь придумаю. Я же снимать хочу не то, как она колет, я хочу снимать свои эмоции, потому что это пиздец. Я в тот раз прям типа плакала. У меня злились слезы, я специально не красила ресницы, и сегодня тоже не буду красить, потому что у меня слезы текут. Кстати говоря, свет хуйня. Ой, 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 какие звери, ой, ой. Да, знаете, не всем же интересно. Ничего, нахуй это проснулось. Привет, 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 малыш, привет. В последнее время Трейси очень сильно шкодит. Когда я оставляю ее одну, я же ее запираю в клетке, чтобы она там себе не навредила, никак, не знаю, языком или розетку не полизала. И я оставляю ее в клетке. Я оставляю там пеленку, чтобы она могла сходить в туалет. Она ее разрывает полностью, может клетку вообще передвинуть в другой конец квартиры. Я вам уже об этом рассказывала. И я не знаю, что будет в этот раз. Мне нужно еще сходить на почту и отправить девочке посылку. Остальные вещи еще сушатся, не успели вот они вызохнуть, вон там висят. Я в каждую посылочку кладу очень милый подарок. Сейчас покажу, какой. Вот такой. Это маски. Солнце. Залог хорошего дня. Так, все, я приехала. Салон красоты называется у нас Баема. Курим дудку и заходим. Все, покурили дудку. Звоните. Звоню. Так, я пришла. Вот замечательная девушка Александра. Александра, здравствуй. Здрасте. В общем, сейчас мы будем делать губу. Девочки, как хорошо, что сегодня я не накрасилась тушью. Вы хотите увидеть то, что будет с вашими губами сразу после процедуры? Вот что. Мне кажется, мои губы сейчас видны просто. Вот я нахожусь на инстанции метро-университет. Мне кажется, с коньково мои губы видны идеально. Со спутников там, знаете, блядь, Илон Маск. Илон Маск! Еще раз показываю. Вот такой флекс. Официально. Губы делать больнее, чем татуировки. Вот видите, сейчас у выйти синяк. Ого она. Мне сказали, что завтра будет вообще трэш. Типа я проснусь, у меня пол лица взбухнет. Ну, посмотрим, как оно будет. Короче, вот. Учтите, что у вас губы после уколов первые два дня вообще никуда не выйдете. Ну, только если вы... Если вам плевать. Типа на то, как вы выглядите. Ну, как мне, в принципе. Пить нельзя алкоголь первые три-четыре дня лучше вообще неделю. Все-таки... О, боже, как красиво. Ну, конечно, на камере не так красиво, как в жизни. Но все равно. Блин, красота. Ну, как тебе? Классно. Он увидел меня, он увидел меня и такой... Я еще подумал, что тебе... Это сейчас отек еще. Я понимаю. Не переживай. Где еще дырки видно? От окола. Офигеть, какой он огромный. И сверху синяя. Ну, уже начинается. Короче, девочки, ковец. Уже черные там. Блин, мне страшно. Так, всем доброго утречка. Вот так выглядят губы на второй день. Вот так. Синяк пипец. У меня есть свой секонд-хенд. Если вам интересно посмотреть, что там я выкладываю, то оставлю обязательно ссылку внизу. И пойдем на почту. Пойдем отрулить девчонкам на их посылочке. Каждый мой день начинается с приема антидепрессантов, конечно же. Мы же с вами психи. Без этого никуда. Там Илья моется просто с собакой. Сегодня я отправляю вот эту вот юбочку. Не успела погладить, но у меня просто нет утюга. А отпаривателем, мне кажется, не получилось бы. Короче, если что, если вы не знали, такие вещи гладятся изнутри. И вот такую вот кофту. Это у нас Аби-бас. Винтажная такая красная. Да. Видок у меня тот еще, конечно. Да. Так, я сейчас буквально пару часов посмотрела криминальную Россию и уже стемнело. Вот так вот сейчас на улице. Кстати, вообще не холодно. Я сегодня вот когда ходила на почту, ни капли не замерзла. Ой, красиво как. Для пота. Что, опять корм катаешь? Опять? Илья, быстрее ликвидируй. Все. Так, мне сейчас пришел эко-маркет. Доставка из эко-маркета. Доставляют буквально за полтора часа. Если кто из вас не знал, никто не подписан на мой инстаграм, я села на ПП. Ну, пять печеней тук уже не считается, да, что я сорвалась. Ну, вот все. Сейчас же у нас масленица. Я не знаю, когда выложу это видео, но вообще масленица сейчас. И я заказала блинную смесь. У них готовая блинная смесь для ленивых, знаете. Смотрите. Чокок-крем! Вот. Еще у меня фалафель есть из эко-маркета. Я его к яичнице добавляю. Даже горошек зеленый. Чтоб пропердеться. И что мне пришло сегодня? Давайте посмотрим. Во-первых, блинная смесь, как я уже сказала. Мне мама подарила вот такую вот классную сковородку. Сказала, что на ней можно блинчики делать. Дальше йогурт. Я взяла в этот раз с инжиром, потому что, к сожалению, не было с клубничным джемом. Но с клубничным просто нереально круто. Вот джем как будто чисто клубнику тебе накрошили. Потом я взяла к томатам вот такую моцареллу. Сыр моцарелла. Вот такую вот гречичную гранулу. Гранулу. Гранулу полезную. С белым кокосовым горячичным шоколадом ручной работы. Это типа хлопушки. Ну, гранолы. Что, они шарятся, что ли? Так, всем привет. Это у нас третий день. Третий день. Вот так все это выглядит. Синяк уже сходит. Корочка появляется. И это нормально. Корочка будет, наверное, первую неделю. Потому что из губ выходит вся сухость. А гилауронка заполняет это пространство. И увлажняет губы. Так, я сейчас иду отправлять посылочку снова на почту. Каждый день хожу на почту, честно. Меня уж там все знают. Солнце светит нереально. Очень круто. В лифте. Сейчас приду домой. И будем с Катей смотреть токийского гуля. Я смотрела уже раза три. Но Катя нет. Поэтому мне нужно быть ее группой поддержки, так сказать. Здравствуйте. Краш. Время два часа дня. Несу жигулевское. Вот моя вечная дилемма. Мне нравятся и каре, и длинные. Как жить с таким амбивалентным состоянием? Смотрим, гуляем. Второй сезон. Так, всем доброе утро. Отек начинает сходить. Ля. И в 14-го числа я иду на день рождения Карине Аракелян. То есть это уже получается послезавтра. И я боюсь, что до конца это все не сойдет. Придется это как-то все замазывать, закрашивать помадами, чтобы было все ровно и не видно было синяков. Вот. А сегодня я тоже приглашена на какую-то тусовку. Но я не знаю, идти мне или нет. Кстати, вчера я выпила один стакан Санта-Стефана. Моя печень вообще сказала мне, иди нахуй. Но я все равно поехала на тусовку. Вот они, вот они наши. Так, всем привет. Привет, вообще все круто. Пойдемте разъебываться. Короче, привет. Я приехала с своими губами пить опироль. Сейчас мы... Боже, что за звуки. Короче, я буду сейчас делать краш-тест губ. Краш-тест. Сейчас такой краш-тест. Короче, Рома голый. Я бежал встретиться. О, блядь, какие скользкие стейнки нахуй. О, привет! С вами я! Привет! Лиза Мадрид! Я Лиза Мадрид. Ладно, это моя быстия. Привет, привет, привет. Меня зовут Руслан. Можно просто качать. Я вам предоставляю барокко-стиль. Барокко-стиль, чтобы вы смотрели. Короче, здесь... Что здесь? Ой, здесь люди. Не могу здесь снимать. Круто! Давай с тобой скупаем. Не, у нас меня есть с ней скач. Короче, вот вторая комната с розовым ковриком. Не-не-не, пойдем вниз, ты охуеешь. Пойдем. Вот. Понятно, прикольно. Прикольно. Ну, мы домой. Русские бригады, как бампер-тонар, это понятное. Да, похуй. Есть ленты, красно-белые породы. Нет жизни, как в фильме. Нет жизни, но как жизнь. Я зову это игла. Реальную жизнь. Мне наплевать, но то, что кто-то что-то хочет, не сказать. Я всемогущий треный, сука, мне хочется сосать. Но я не суть и никто. Я не беру жопы с тобой. Мне не нужен, сущец, а, сука, ты даже ленеца. Мы сейчас почтим память нашего друга, который сидит сейчас за траву. Я гонщик, я сломала. Поехали. Шесть лет за травку, мы чё ебанулись. Прикройтесь. Прикройтесь. Мне нахуй надо. Никто, абсолютно никто. Я на каждой тусовке. Мы с Катей пришли в зал для хореографии. Скажи. Хореографичный зал. Прие. Оп. Эскере, блядь. Короче, краш-тест губ пройден. Все хорошо. Шиммер, шиммер, риммы, циммер, русский дрил. Короче, происходит вот эта пиздец. Яна поссорилась с Ромой или Рома поссорилась с Яной. Мы так и не поняли, кто с ним поссорился. Но причина в том, что кто-то ходил с голым торсом, а кто-то тверкал. Но, скорее всего, Рома сходил. Дом отверкал. А я находилась с голым торсом. Вот. Привет. Короче, мы рассказываем. Влог? Да. Влог. Мы рассказываем, что происходит. Влокада. Влокада. Нет, ты не мешаешь. Не бережу. Мешаешь пиздец. Или нахуй. Потом Катя попросила у какого-то пацана повейпить. Он дал ей вейп, и она его потеряла. Сейчас он зайдет на кухню, и начнется разбирательство. Девочки, дайте мне вейп, пожалуйста. Я не трогала вейп. А где вейп? Друзья, я тебе его отдала. Нет, он там лежит. Прости, пожалуйста. И мы будем взять сюда навык. Я же не вернула. Катя, мы убежали. Давай сделаем вид, что мы в спине. Катя, давай все ложи. Катя, давай все ложись, ложись. Сложим, блин. Короче, мы с Катей легли спать. Сделали вид, что мы спим, потому что чувак идет за своим так... Ой, так вот. За своим вейпом. А мы его прилетали, походу. Для носочки грязные. Вот вы. Он вас нашел. Лучше, блядь, я вас нашел. Где мой вейп, блядь? Вы, блядь, специально. Вы сказали, что там. Нет, смотри. Шпагат. Мы не специально, мы реально не знаем. Девочки, блядь. Блядь. Лиза, да меня доебывает. Я теперь знаю, что ты за обувь, вы воруете, потому что. Да честно, мы... Участных людей. На камеру смотри фамилии, имя, отчество, чтобы тебя было проще найти. Да серьезно, где мой вейп? Ну, честно, мы на кухне, блядь, чашлыка выкалываешься, что ли? Он на кухне остался, ищи его на кухне. Уже на кухне, да? Ну да. Я тебе с самого начала говорила, что он на кухне. Ты мне сказала, что он на диване. Это я сказала, что он на диване. Вы, блядь, путаетесь, показания. Сейчас я буду по Марикам светить. Простите, а люк открывается? Но поели шашлыка со свиними, можно и поблевать.